Светлана Петровна, главный бухгалтер на металлургическом заводе, молча уткнулась в стол и тяжело вздыхала на совещании у директора. «Мне приятно было с вами работать, но с этой недели у вас будет другое руководство. Сейчас никаких подробностей рассказывать не буду и интригу сохраню», проговорила бывшая директор Марта Васильевна. Светлана Петровна понимала, что с приходом нового начальства все может измениться. «Вполне возможно, что новому боссу захочется обновить офисный состав. А будет это частичное или тотальное увольнение сотрудников, сказать сложно. Пока вам нечего переживать, новое руководство еще только будет входить в курс дела. На данный момент никакого сокращения не планируется», словно прочла мысли Светланы Петровны Марта Васильевна. «Ну а пока я все еще директор, а это значит, что я все еще жду от вас квартальный отчет », – проговорила она и улыбнулась. Светлана Петровна – немолодая женщина с непростой судьбой. Она рано осталась сиротой. Ее воспитывала двоюродная тетка. Еще с детства она была серьезной девочкой. Окончив школу с красным дипломом, она поступила в институт. Казалось, что все у нее продумано наперед. Но все пошло не по плану. Будучи студенткой, Светлана Петровна отправилась на практику во Францию, где находился один из крупнейших металлургических комбинатов. Там она встретила его, парня с голубыми глазами. Лоренс был веселым и коммуникабельным молодым человеком. Молодые люди, ежедневно сталкивающиеся по работе, почти сразу понравились друг другу. Бабушка Лоренса была из русской интеллигенции. Она прекрасно играла на фортепиано и пела. Путешествуя по Европе, она встретила своего будущего мужа, Пьера, из-за которого много лет назад она и переехала во Францию. Лоренс в детстве любил гостить у бабушки. Она читала ему русские сказки и научила русскому языку. Когда он познакомился со Светланой Петровной, у него не было проблем с общением. Он прекрасно говорил по-русски. Почти без акцента. Поддавшись чарам молодого француза, девушка влюбилась в него без памяти. Всю практику они не отходили друг от друга. Им было так хорошо вместе. Но когда пришла пора прощаться, Лоренс уговаривал девушку остаться с ним. Она же, несмотря на все трепетные чувства, которые к нему испытывала, предпочла карьеру. Уехав на один день раньше, она даже не попрощалась с любимым. Боялась, что он все же уговорит ее остаться. Спустя время Светлана Петровна жалела, что не выбрала любовь. Зато на заводе ее ценили и уважали. Пытаясь забыть Лоренса, она с головой погрузилась в работу. Замуж она так и не вышла. Купила собственную квартиру в центре города и завела кота. Иногда, находясь наедине с собой, женщина рассуждала, чем бы все обернулось, если бы тогда она не сбежала и осталась с Лоренсом. Но что сделано, то сделано. Вспоминая его добрые и любящие глаза, она улыбалась. А еще она хранила его подарок – небольшую фигурку кота, которую когда-то и сделал он из проволоки. Его спина была вздыбленной, а хвост поднят вверх. На его конце красовалась половинка сердечка. Лоренс говорил, что есть еще один такой кот. И когда он с ней снова встретится, то подарит ей и второго. В тандеме обе фигурки создают из двух половинок сердца. Это символ их большой любви. Но больше с Лоренсом они не встретились. Прошло много лет. Светлана Петровна уже не была той радостной особой, как в молодости. Она почти не улыбалась. Из-за ее сердитого и строгого внешнего вида многие коллеги сторонились ее. Некоторые боялись, иные уважали. Но были и те, кто не понимал ее и называл Грымзой. Особенно так делали молодые сотрудницы. Людей к себе Светлана Петровна почти не подпускала. Она буквально растворялась в работе, посвятив ей всю свою жизнь. И потому с приходом нового руководства у женщины возникали определенные опасения. Она сомневалась, что сможет сохранить свою должность и дальше. Светлана Петровна не понаслышке знала, как некоторые боссы, придя на новое место, начинают обновлять коллектив своими людьми. Когда-то так произошло и с ее теткой. Много лет назад, когда она также работала на заводе, ее сократили. А на следующий день вместо нее на работу вышла молодая и неопытная бухгалтер. Зато она была близка с новым директором. Вот и сейчас, вспоминая о своей тетке, Светлана Петровна боялась повторить ее судьбу. «Куда же я потом пойду? Возраст уже не тот. Так и до пенсии не доработаю», – думала женщина, и на лице ее читался страх. Марта Васильевна объявила, что совещание окончено, и на выходе положила руку на плечо Светлане Петровне. Та ответно улыбнулась и молча вышла. Подходя к своему кабинету, она чуть было не наступила на котенка. Этот милый маленький комочек жалобно мяукал и не мог понять, в какую сторону ему идти. Всегда строгая и визуально холодная женщина с суровым взглядом вдруг расплылась в миловидной улыбке. «Это еще что такое?» – проговорила она и погладила животное. Она тут же подлезла к ней под руку, радостно мурлыкая. «Иди-ка сюда, пока никто не увидел. Налью тебе молока». Женщина спрятала котенка в большой и вместительный карман халаты и отправилась в сторону кухни. Столовая на заводе была большая. Там очень даже прилично кормили. Но у бухгалтерии на этаже была своя комната с холодильником. Туда ставили еду все, кто хотел. Здесь же стояла кофеварка, чай, сахар и печенье. Время от времени работники создавали график, согласно которому покупали сахар, чай или кофе. Светлана Петровна открыла холодильник, взяла молоко и хотела уже налить его в небольшую пластиковую мисочку, когда услышала мужской голос. «А вы что, всегда молоко из мисочки пьете?» Женщина подняла голову и посмотрела на привлекательного мужчину с красивой густой седой шевелюрой. У него были усы и аккуратно подстриженная борода. «Какое вам дело?» – выругалась она и собралась уже пройти мимо, когда из-за пазухи показалась голова котенка. Он предательски замяукал. «Ого! Да у вас тут серьезный и страшный зверь! Меня зовут Александром. Я ваш новый логист», – проговорил мужчина и улыбнулся. «А вы не такая злая и черствая, как о вас говорят», – добавил он, и их глаза встретились. Светлана Петровна не знала почему, но в этот момент почувствовала себя неловко. Она проскользнула к выходу, бережно запихивая котенка обратно за пазуху. Мужчина посмотрел ей вслед и заулыбался. Выйдя из здания, главный бухгалтер опустила на землю котенка и дала ему молока. Тот сразу понял, что от него требуется, и с радостью принял угощение. Женщина с умилением посмотрела на него. «Доброе утро!» – поздоровались две девушки, работающие в отделе маркетинга. Увидев их, Светлана Петровна с безразличным видом посмотрела им вслед, не соизволив с ними даже поздороваться. Она знала, что эти две профурсетки, как их называли, – родственницы финансового директора. Главбух не любила протеже, которые еще и работать не хотели. У тех амбиций было выше крыши, зато толку от них никакого. Расфуфырятся, придут в отдел и целый день сериалы смотрят или в социальных сетях сидят, создавая имитацию бурной деятельности. «Грымза!» – еле слышно проговорили девушки и скрылись за дверями лифта. Разумеется, Светлана Петровна услышала эти слова. Она лишь ухмыльнулась в ответ и покачала головой, мол, ну и поколение сейчас. Вернувшись в свой кабинет, она достала пачку папок с документами. Отчет нужно было сделать еще вчера, и потому действовать пришлось быстро. Разобраться со всеми делами ей удалось ближе к обеду. Черновой вариант отчета был готов. Оставалось лишь переписать его и сдать на подпись руководству. Облегченно вздохнув, главбух посмотрела на часы и отправилась в столовую. Она обычно не ходила туда, считая это глупой тратой времени. «Это удел молодых. Поели, поговорили, перекурили. А время летит незаметно. Туда-сюда и конец рабочего дня», – рассуждала женщина. В этот раз свои бутерброды с колбасой главбух отдала тому самому котенку, который случайно забежал к ним в отдел, и потому вынуждена была идти со всеми сотрудниками в столовую. Когда она выбрала свободный столик у окна и уже шла с подносом к нему, ее окликнул чей-то знакомый мужской голос. «Светлана, Светлана Петровна, можете составить мне компанию?» – спросил тот самый новый сотрудник из отдела логистики, указывая на свободный стул напротив. Светлана Петровна окинула его суровым взглядом и хотела уже пройти мимо, но мужчина снова заговорил с ней. «Пожалуйста, мне будет приятно в компании такой симпатичной женщины». От этих слов щеки главбуха покрылись румянцем. «Я очень тронута вашим предложением, но вынуждена отказать. У меня не так много времени, чтобы разговаривать с вами. Сейчас быстренько выпью чай с булкой и…» Она сделала паузу. «Мне пора, простите. Нет времени». Светлана Петровна прошла дальше и усела из-за соседней столик в гордом одиночестве. Она открыла папку с отчетами, которые подготовили для нее молодые бухгалтера, и стала ее просматривать. В это же время за соседним столиком сидел финансовый директор со своим протеже. Они о чем-то говорили и громко хихикали. Мимо проходила девушка с подносом грязной посуды. Это была Катя, дочь уборщицы бабы Маши, как ее называли офисные сотрудники. Катя из бедной семьи. В этом году ей не удалось поступить на бюджет. На работу без опыта ее брали, только официанткой. И потому ее мать решила устроить Катю к себе на завод. Девушка помогала убирать и мыть грязную посуду. Она убирала и мыла полы, протирала столы и следила за наличием салфеток, солянок и перечниц. Георгий, финансовый директор, уже давно положил глаз на Катю. Конечно, ей льстило внимание сына одного из крупных бизнесменов в городе. Но она все время его отшивала. Непривлекательный, но нагло ведущий себя молодой человек не переставал пытаться привлечь внимание девушки. При этом он старался хоть как-то ее задеть, пусть даже словесно. Георгий привык к женскому вниманию. Он думал, что любая девушка при его положении согласилась быть с ним. Но Катя была другой. Она почему-то не таяла под слащавым обаянием финансового директора. «Эй, как там тебе? Вытри нам столик, а то сидеть за ним противно. Грязь сплошная», – проговорил Георгий, тем самым пытаясь задеть Катю. Девушка молча подошла к столу с тряпкой и стала вытирать стол. «А если я разолью соус на свои ботинки, ты будешь мне их вытирать?» – неожиданно проговорил он, и сидящие с ним рядом девушки рассмеялись. «Это ваши ботинки, сами их и вытирайте», – проговорила Катя и собралась было уходить, когда Георгий схватил ее за руку. «Да что ты о себе возомнила? Ни рожи, ни кожи, ни щебродка и поломойка. Да ты должна мне ноги целовать, что еще работаешь здесь. Кому ты нужна, без образования и опыта?» К этому времени Светлана Петровна уже доела свой обед. Услышав весь неприятный разговор, она решила вмешаться. Подойдя к столу, она посмотрела на молодого человека с таким укором, что тот сразу же отпустил руку Кати. Девушка сразу же убежала в подсобку в слезах. «Веретейников, ты же вроде финансовый директор, а не мыть до дыр. Это тот был умывальником начальник и мочалок командир. С каких пор тебя интересует чистота в столовой? Мне напомнить твои обязанности? Или позвонить папе? Федор Егорыч будет рад узнать о твоих успехах в столовой». Георгий откашлялся и сжал губы от досады и злости. «Не нужно никому звонить, Светлана Петровна, инцидент исчерпан». «Вот и умница», – проговорила Светлана Петровна и с папкой под мышкой отправилась в свой кабинет. «Ну, Грымза, ты у меня еще получишь», – проговорил молодой человек, поймав на себе удивленный взгляд нового логиста Александра. Тот покачал головой и тоже удалился. Вернувшись в свой кабинет, Светлана Петровна засела за отчет. Через некоторое время он был готов. Она уже хотела нести его директору, как вспомнила о плановом визите в налоговую инспекцию. «Ой, я совсем забыла», – женщина взглянула на часы и побежала к выходу, звоня своему водителю Алексею. Перед уходом она отдала отчет одной из молодых сотрудниц и попросила передать его директору. Сама же, охая и вздыхая, побежала вниз по лестнице. Едва присев на сиденье служебного автомобиля, Светлана Петровна заглянула в небольшое зеркало. Оттуда на нее смотрела уже немолодая, но вполне еще привлекательная женщина. «Тоже мне симпатичную женщину нашел. На лбу и в уголках глаз морщины, рот какой-то кривой, да и волосы стоило покрасить, вон уже седина виднеется». Еле слышно проговорила женщина и подняла взгляд на водителя. Тот внимательно наблюдал за ней и улыбался. «Что вы говорите?» «Ой, ничего, это я не тебе», – засмущалась главбух, пряча зеркальце и отворачиваясь к окну. В налоговую она успела, но вечером на завод уже не попала. На следующее утро, когда Светлана Петровна только вошла в кабинет, ее вызвали к директору. «Марта Васильевна так и сказала, пусть берет все свои талмуды и поднимается с утра ко мне», – проговорила скороговоркой секретарь Олесе. Раздался легкий смешок. Светлана Петровна была не глупой женщиной. Она сразу все поняла. Если бы взглядом можно было раздавить или испепелить, то обе молодые вертихвостки уже давно бы перестали дышать. Посмотрев на своих помощниц с укором, женщина взяла свой черновик и расчеты, а затем пошла в кабинет к директору. Светлана Петровна сначала постучала в дверь и после положительного ответа вошла в комнату. За столом сидела Марта Васильевна. В ее руках был вчерашний отчет главбуха. «Присаживайтесь», – проговорила она и продолжала смотреть на отчет. «Что же вы, многоуважаемая Светлана Петровна, извиняюсь, лажу в отчете пишете. Судя по нему, у нашего предприятия нет никаких доходов, одни сплошные расходы. Исходя из ваших данных, мы должны объявить себя банкротом, продать завод с молотка и распустить весь рабочий коллектив». Светлана Петровна непонимающе смотрела на директора. «Вот, полюбуйтесь, эти данные я передала вашему новому руководству. Они были неприятно удивлены. Неужели на нашем предприятии все так плохо?» С этими словами директора приподняла очки, предательски сползающие на краешек носа. Главный бухгалтер взяла отчет и после внимательного изучения сделала вывод, что это не ее расчеты. Продемонстрировав свои черновики, она доказала, что ее отчет кто-то подделал. «И кому, по-вашему, это было нужно?» – удивилась директор. И тогда Светлана Петровна рассказала ей о недавнем инциденте в столовой и кознях финансового директора и его прихвостней. «Не знаю, что ей сказать. Прямо бразильский сериал. Хорошо, перепишите свой отчет, как полагается, и отдайте мне его лично, а я передам его новому руководству. Я думаю, очень скоро вы с ним познакомитесь». Женщина улыбнулась и продолжила изучать полученные материалы. Светлана Петровна вышла из кабинета директора и отправилась к себе. Хихикующие девушки замолчали, как только она вошла. Главбух не сказала им ни слова. Она занялась переписыванием отчета и даже пропустила свой обед. Отправив переделанный отчет директору, она зашла на кухню, в надежде найти там хотя бы старое овсяное печенье. Его она купила еще в начале недели, но есть его почему-то никто не хотел. Войдя на кухню, она снова столкнулась с новым логистом. Увидев Светлану Петровну, он улыбнулся. «Я не видел вас в столовой. Работать во время обеденного перерыва не стоит. Это чревато проблемами со здоровьем. Могу я вас угостить бутербродом?» Взял его на всякий случай. Думал, может, встречу котенка и поделюсь с ним. Мужчина протянул Светлане Петровне свой бутерброд, и небольшой сверток в салфетке. Женщина посмотрела на своего спасителя с удивлением. «Он здесь недавно, но почему у меня такое ощущение, что мы с ним давно знакомы? Если сбрить ему бороду и скинуть десяток лет?» «Нет, этого не может быть». Светлана Петровна улыбнулась, взяла бутерброд, а сверток положила в карман, подумав, что там, скорее всего, сладости. Вернувшись в кабинет, она увидела своих коллег, которые о чем-то шептались. «У нас анкетирование», проговорила одна из молодых сотрудниц. Новое руководство предложило озвучить свои предложения для улучшения работоспособности коллектива. «Мы уже свои мысли озвучили. Напишите и вы свои», проговорила она с какой-то издевкой в голосе. «Я пока ничего менять не хочу. Меня и так все устраивает». «Хотя...» Она на секунду задумалась. «Давайте лист бумаги. Есть кое-какие мыслишки». В этот же момент в кабинет вошла секретарь. Она поинтересовалась, все ли кто хотел, написали свои предложения. Получив положительный ответ, секретарь забрала большой картонный ящик, куда все желающие могли бросать свои предложения. Прошел час, и всех сотрудников позвали в большой актовый зал. На сцене появилась Марта Васильевна. Она объявила, что наконец готова представить всему коллективу новое руководство завода. «Прошу любить и жаловать. Лоренц Фортье». Светлана Петровна аж с места подскочила. На сцене стоял тот самый логист Александр, который все пытался с ней подружиться. На этот раз он сбрил свою бороду, и женщина узнала в нем своего возлюбленного. Она вспомнила про сверток и полезла рукой в карман. Развернув его, увидела кота из проволоки со второй половинкой сердца на хвосте. Увидев реакцию любимой, мужчина улыбнулся. Сказав небольшую вступительную речь, он перешел на предложение своих сотрудников. При этом он не сводил глаз с главного бухгалтера. Мы проанализировали все предложения и в соответствии с их телесообразностью сделали следующие выводы. Светлана Петровна не стала слушать, поняв, что ей придется написать заявление на расчет. Она отправилась в свой кабинет и уже стала собирать вещи, когда услышала знакомый голос. Можешь не переживать за своих обидчиков. Они будут уволены, так как не несут ничего полезного для предприятия. Находясь здесь в роли статиста, я многое узнал. Ты – самый преданный сотрудник, который достоин повышения зарплаты. Светлана Петровна собралась было уходить, но француз остановил ее. «Свет, тебе не нужно никуда опять сбегать. Наконец я нашел тебя, а это значит, что больше никуда не отпущу», сказал мужчина и накрыл руку главбуха своей. Светлана Петровна покраснела, как помидор, но руку Лоренца убирать не стала. Возможно, это и есть второй шанс, которого она так долго ждала. Продолжение следует...